Залив березины на Форштате за окно минус 9. У любителей зимнего увлечения первый день клёва. Правда, рыбаков здесь навскидку больше, чем окуни и платвы. Только вот спасатели в этом вопросе не так оптимистичны. Если взглянуть на общий план, то можно увидеть – лёд взялся лишь местами. Дальше пошла вода. К слову, первая жертва зимней рыбалки уже зафиксирована в Витебской области. Там погиб 35-летний мужчина. Толщина льда на водоёме, где произошла трагедия, не превысила и 3 сантиметров. Выходить на замерзшую поверхность реки, если она меньше 7 сантиметров, категорически запрещается. Это опасно для жизни. Проверять лёд на прочность сейчас не самое лучшее время. В районе бывшего судоремонтного завода рыбачить ещё однозначно рано. Декабрьский лёд очень опасный. Его толщина в основном не превышает 5 сантиметров. На первый взгляд кажется, что река замёрзла и по ней ходить безопасно. Но только стоит выйти на лёд, как мнение меняется. А это озеро санатория «Шинник». Здесь спасатели провели учения. Площадку для тренировки максимально приблизили к реальной. Отошли от берега и распилили лёд. А условный утопающий пошёл на дно. Повозьмите! Спасательная доска, верёвка и гидрокостюм. Так выглядит амуниция сотрудника МЧС в подобных ЧП. Считанные секунды и пострадавшие на берегу. По сценарию его тут же передали медикам. Эта ситуация абсолютно, верно, актуальна именно сейчас, в начальный период зимы, когда лёд ещё не стал. Поэтому спасателям зачастую приходится выезжать на ликвидацию таких ситуаций. В этом году у нас таких ситуаций ещё не было. Надеемся, что не будем. В том году была ситуация, когда мы оказывали, правда, помощь не людям, а лебедю, значит. Каждую зиму лёд становится причиной гибели людей. Как правило, среди жертв – дети и рыбаки. За последние пять лет только в столице хождение по тонкому льду унесло 33 жизни. Хочется, конечно же, родителям напомнить, что ни в коем случае не разрешайте детям гулять на льду, на водоёмах, на открытых водоёмах. Всегда знайте, где они находятся. Тем более, что для этого существует в городе масса специальных отведённых мест для катания. Всем любителям зимней рыбалки мы, конечно же, советуем убедиться в прочности льда. Прочный лёд визуально имеет зеленовато-синий оттенок. Ни в коем случае не проверяйте прочность льда ударом ноги. Замёрзшими сейчас можно увидеть большинство водоёмов. Однако в ближайшее время рискового понижения температуры воздуха не ожидается. А значит, лёд не будет отличаться толщиной и прочностью. Поэтому рыбакам лучше сматывать удочки.